Я приглашаю на сцену Татьяну Гриду. Татьяна Грида, психолог, магистр философии, кишкартерапевт, председатель правления Харьковского фонда психологических исследований, специалист по семейным расстановкам, специалист по работе с шоковой травмой. Это человек, который первый привез в Украину расстановки. Давайте вам по хлопу. Татьяна Грида и Иван Ляксин в 2000 году основали конференцию по практической психологии, которая переросла в товарный фестиваль. Это они основатели этого движения. По хлопам, Татьяна. Здравствуйте. Хочу начать свое сообщение, поблагодарить и низко уклониться Танюше за ту работу, которую она делает, и за то, что она продолжает эти идеи и развивает эти идеи, которые были внесены в этот фестиваль, в эту конференцию. И я очень рада, что это направление существует, что мы действительно знакомимся друг с другом, изучаем друг друга, знакомимся с новыми направлениями, знакомимся лично с людьми, которые нам могут помогать, и мы чем-то тоже можем помогать. Спасибо большое, Танюша. Я тебя люблю. Хорошо. Я бы хотела сегодня немножко рассказать о том, что... Ну, во-первых, как-то с удовольствием поблагодарю предыдущего докладчика, Тамару Борисовну, за то содержательное сообщение о понятии силы психологии. То есть это, ну, как бы очень важно понимать, действительно, на чем это основывается. В классическом понимании психологии, которая серьезно очень изучает эти процессы. Да, очень здорово. И мне будет немножко легче говорить о силе, которая представлена в работе с расстановками. Потому что действительно расстановки, они имеют такую... То есть это один из методов системной семейной терапии, и они вышли из системной семейной терапии, это одна из технологий, которую основал Берт Херлингер. И он много вобрал очень из предыдущих развитий методик работы с психикой человека. Вот. И для того, чтобы эффективно работать, нужно понимать, что расстановки дают очень много нам возможностей увидеть те заторы, те препятствия, которые действительно мешают развиваться нашей силе. Ну, исходя из понятий силы, я бы в общем сказала, да, что все равно мы понятиями оперируем, что сила — это способность проводить массу движений, да. Вот. И здорово, что было такое сообщение о том, как это определяется в своей психологической Вечности. Вот. То есть существуют понятия физической силы, да, это то, что действительно, как мы физически развиты, что мы можем делать, какие у нас, ну, как мы чувствовали себя хорошо или плохо. Вот. Какие препятствия мы можем встречать на своем жизни, как мы их можем преодолевать. Психологическая сила, скорее, действительно, она связана с силой Личности. Это постановка целей достижения, это то, как мы можем чувствовать себя самостоятельными, как мы можем, ну, как говорится, действительно о сильной Личности, о силе Личности. Здесь тоже всплывает понятие темперамента и так далее. То есть, в чем был разговор, да. Понятие жизненной силы я бы определила, как насколько человек полно проживает свою жизнь. И здесь мы понимаем о том, что каждый человек получает в начале своей жизни или в начале зачатия своей жизни некий жизненный потенциал. И насколько мы его можем реализовывать, насколько мы его не можем реализовывать. Вот здесь всплывает о понятии жизненной силы. И есть такое тоже понятие, как понятие духовной силы. Это способность следовать своему предназначению. То есть, ну, есть такое мнение о том, что у каждого из нас есть свое предназначение, и главное его вовремя как-то услышать, почувствовать и начать его на этом исследовать. Но это на самом деле задачи такие жизненного пути, и с ними нелегко контактировать, потому что мы не знаем, что, к чему, зачем мы сюда пришли. Вот. Поэтому мы здесь, и мы изучаем себя, изучаем свою Личность, изучаем свой путь, скажем так. Вот. Что касается расстановок. Почему я люблю так расстановки? Потому что расстановки — это тот метод, который как раз позволяет диагностировать многие процессы, которые происходят с нами. Почему? Потому что, во-первых, это действительно системный взгляд. То есть мы, задействуя группу, задействуя других людей, мы расставляем семейную систему, например, или бизнес-систему, или наша система внутренних частей. Вот. И нам становится сразу видно, что происходит. Есть некая общая сила, куда движется система. Да? У каждой системы есть своя сила и свое направление. И есть индивидуальная сила, и насколько соотнесена вот эта общая сила с индивидуальной силой, действительно зависит от того, как мы будем двигаться, и что с нами будет происходить. Поэтому в данном фактическом плане то, что здесь задействована целая группа людей, которые работают на одного клиента, это очень большой ресурс. Это огромный ресурс. И мы априори принимаем то, что через каждого человека происходит некое проявление тех эмоциональных связей, тех движений эмоций, движений души, как он называет это, хеллингер. Да? И тогда это можно взять в работу и понять вообще, где находится точка отсчета. Если этого нет, если мы этого не видим, и нам сложно двигаться. Почему? Потому что, конечно, каждый из нас получает в жизни определенный набор установок родительских, определенный среду развития, где что-то было эффективно, что-то было неэффективно. Но когда человек становится взрослым, он отрабатывает как бы то, что он получил от родителей, и уже тогда ему легче. Что эффективно, что неэффективно? Он что-то берет для себя, что-то отбрасывает. Но часто это очень сложно сделать, потому что тогда нужно, ну, как будто бы не хватает жизненной силы оторваться от системы семейной и начать жить со своей жизнью. Что делают расстановки? Они помогают нам увидеть, что было принесено семейной системой, родом, и что требует система от человека. И, ну, мы даем некий выбор, мы создаем некий другой образ, как бы, ну, называется, хорошее решение этого образа, хорошего решения, чтобы и человеку было хорошо, и мой индивидуальная сила соотносилась с силой общей системы. И в данном случае для меня, например, самый главный момент силы — это когда человек видит, что от него требует система, что хорошо ему. И он сам принимает этот выбор, он сам принимает ответственность за то, что он делает, как он, куда он идет, какие цели он ставит. Потому что бессознательно, когда мы выполняем требования своих родителей или предыдущих поколений, как будто бы не хватает этой силы, как будто бы не хватает собственного понимания, а зачем это мне нужно, что я делаю, куда я иду. Вот расстановки позволяют это увидеть. И как раз соотнести вот эти понятия и сделать свой выбор туда, куда нужно. Кроме того, бывает история про то, что человек вроде бы понимает, что тут есть предназначение, тут мочится и так далее, но не хватает просто вот этой жизненной силы. И тогда как раз мы можем искать ресурсы для того, чтобы человек мог соотнести, что действительно, что он может. Эти ресурсы, как правило, они ищутся в разных, либо поколениях, либо есть обязательно члены системы, которые умели это делать. То есть кроме соотнесения жизненных сил в расстановках происходит приобретение навыков, как это можно сделать. То бишь мы, основываясь на физических показаниях, на физических ощущениях, мы ищем ресурсы для того, чтобы можно действительно почувствовать эту силу. Это очень здорово. Я не говорю, что расстановки — это панацея и что это единственный метод, который позволяет это делать. Нет, ни в коем случае. Я воспринимаю расстановки как процесс, который включен в индивидуальную терапию, в индивидуальную работу с клиентом. Это как некий пинок, что ли, некий толчок для того, чтобы человек мог двигаться и в большей степени понимать, где находится его место. И для этого в расстановках мы опираемся еще на некие понятия, которые ввел и Хеллингер, и предыдущие психотерапевты. Это то, что у каждого человека есть свое место в этой системе. Существует иерархия. То есть мы рождаемся в определенное время, в определенной семье. У мамы, папы. У нас есть у каждого бабушки, дедушки. Часто в силу исключения каких-то членов семейной системы этот порядок нарушается. И тогда явно это не видно, явно это непонятно. Но когда мы проясняем это в расстановках, видно, кто исключен. И наша задача — вернуть этого человека, вернуть этого члена семейной системы, чтобы наш собственный порядок восстановился, чтобы мы почувствовали себя на своем месте, чтобы у нас не было противопорствующих внутренних конфликтов, противопорствований к тому, чтобы занять свое место. И это дает огромный потенциал, огромную силу для того, чтобы мы могли двигаться в свою собственную жизнь, в свои собственные цели, достигать свои собственные цели. У системы также есть некий порядок силы. Каждая система последующая имеет преимущество перед предыдущим. Ну, вы все, наверное, знаете, что когда в семье появляется новая семья, то есть женятся молодые люди, то все бабушки, дедушки, и мамы, и папы стараются дать как можно больше ресурсов для того, чтобы эта семья имела, ну, некий старт такой, да? Когда появляется новый член семьи, то, как говорят, что рубашка найдет младенца, да? То есть дадут ему ресурсы. Потому что вся семья заинтересована в том, чтобы род продолжался. Поэтому мы основываемся на том, что любая последующая система имеет приоритет. То бишь, если, например, был первый брак, и заключился второй брак, и особенно если там появляется ребенок, то скорее преимущество имеет второй брак. Но в то же время существует другой порядок. Порядок как индивидуальный. Чем первее появился человек в системе, он имеет большее преимущество. То есть больше, ну, кому не больше, но он имеет некий больший статус, что ли. Поэтому все члены семейной системы должны быть включены в эмоциональное состояние человека. Ну и в конце концов, когда проходит века, то перед бредностью проходят и все наши негаразды, все наши эмоциональные травмы и так далее. То есть чем дольше, чем больше времени прошло, тем меньше влияние оно имеет на нас лично. То есть практически вот по моему опыту пятое поколение очень редко уже так задействовано в сильной эмоциональной сфере человека. Вот. Поэтому, ну, это какие-то такие основные постулаты, которыми мы руководствуемся. Ну, и, конечно же, основываемся на физических каких-то ощущениях. Кроме того, существует... Иногда мы сталкиваемся действительно с понятием психологической травмы, когда были какие-то сильные, резкие, ну, то, что Тамара Борисовна говорила, сильные влияния воздействия на человека, связанные с угрозой жизни. И тогда та сила, которую мы имеем, она скорее уходит в выстраивание контейнера безопасности, защиты, и это не даёт нам развиваться нормально. Ростановки нам помогают развернуть эту силу, излечить, закрыть эту психологическую травму и дать возможность человеку направить свои жизненные силы в свою собственную жизнь. Я люблю этот метод очень. И он действительно как-то помогает мне и моим клиентам, тем, кто приходит и хочет понять, куда ему двигаться. Потому что он системный, он многокомпонентный, учитывает очень много разных компонентов и даёт возможность действительно человеку сделать, не нам сделать за него выбор, создавая определённый хороший образ, а сделать самому этот выбор. И мы по возможности и хотим ему в этом помочь. Поэтому приглашаю познакомиться с этим методом и с какими-то более основами теоретическими этого метода. Здесь очень много будет людей, которые будут делать расстановки. Но мне кажется, что каждый человек имеет право почувствовать и знать, что происходит в его семейной системе. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ